Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade. Сегодня мы с вами посмотрим, как подготовить картинку и загрузить ее в OLED-дисплей. Поехали! Итак, первым делом нам нужно выбрать картинку, которую мы будем загружать. Ну вот у меня была подготовленная картинка. Мы ее сейчас видим. Она отображается на дисплее. Но как нам подготовить какую-либо другую картинку, которую мы хотим выгрузить, чтобы она отображалась. Вот я взял другое изображение, тоже логотип Ардуино. И сейчас мы его подготовим и загрузим в нашу Ардуино и отобразим на экране. Первым делом нам нужно открыть нашу картинку в любом графическом редакторе. Я использую Photoshop. Так, сейчас подгоним размеры. Отлично! Мы открыли картинку. Теперь создаем новый документ. И задаем у него ширину и высоту такую, какие нам нужны. Какая картинка у нас должна получиться, каких размеров. Я хочу на весь экран. 128, 32 пикселя. Такая должна быть у меня картинка. Вот она, весь ее размер. Теперь эту картинку, которая у нас есть открытая, мы с надней немножко поработаем. Заходим в коррекцию. Яркость, контрастность. Яркость на минимум. Контрастность на максимум. Чтобы картинка получилась максимально черная. Можно еще раз зайти в яркость, контрастность. И еще раз. Яркость на минимум. Контрастность на максимум. Чтобы опять же таки максимально черная картинка у нас получилась. Теперь мы ее копируем. И вставляем. Она сейчас намного больших размеров, чем нужна, и мы ее чуть-чуть уменьшаем. Чтобы наш логотип поместился в размеры дисплея. Вот так примерно. Но, как вы видите, у нас здесь есть размытые полупиксели, которые имеют среднее значение, а дисплей не может отображать среднее значение. Он выдает либо белый, либо черный цвет. Поэтому мы сейчас переходим в изображение, режим, и переводим в битовый формат. Битовый формат делает изображение либо единица, либо ноль. Нет никаких средних значений. Я выбираю здесь порог 50%. Ок. И вот что у нас получилось. Немножко мы сейчас здесь подкорректируем. Я беру ластик, убираю вот эту пыпочку. Чуть-чуть крестик я сделаю. Более красивым. И вверху вот эту вот часть тоже убираю. И получился у нас вот такой вот логотип. Неплохо. Теперь файл. Сохраняем как. И сохраняем в формате BMP. Обязательно формат BMP должен быть. Выбираем название файла и сохраняем. Ок. Все, Photoshop можно закрывать. Вот наша картинка, которая у нас была подготовлена. Она у нас в битовом формате. То есть только белые и черные цвета. Нет никаких средних цветов. И теперь мы берем программку Image to Code. Есть еще одна программа, которая предназначена для конвертации изображений в программный код. Image to LCD. Но эта программа, вот она. Она подходит только для изображений, которые вы собираетесь выводить на цветной дисплей. Код, который она делает, к сожалению, не подходит для монохромных. Я сколько пробовал этой программой делать, не работает. Поэтому нужно обязательно программку Image to Code. Именно с этой программой вы будете работать. Все ссылки я там в описании. Вы сможете все скачать и с ними работать. Нажимаете Browse. Вот наша картинка. Открыть. И выбираем самый последний вариант. Вот этот. Движение строк идет сверху вниз и слева направо. Здесь выбираем C-Array. То есть, вот этот самый первый, который есть. И нажимаем Convert. Вот что оно у нас получилось. Это уже готовый код нашего изображения. Единственное, что здесь нужно все кавычки, которые есть, убрать. Удалить их. Поэтому мы нажимаем правка. Заменить. И на пустую. Заменить все. И также вот эти мы. Тоже все кавычки заменяем. Все. Вот наш код готов. Пока что пускай он будет у нас открытый. Теперь переходим в Arduino IDE. Заходим в файл. Примеры. Библиотека U8-G-Live. И XBM. Вот наш пример XBM. Это можно закрыть. Здесь мы выбираем наш дисплей. И вот здесь вот приведена картинка. Нам нужно просто создать статическую переменную. С любым названием. Но я буду использовать те, которые уже здесь есть. То есть мы этот код удаляем. И вместо этого кода мы поставим наш сгенерированный код. Так. Вот код мы вставили. Дальше. Важный момент. Здесь стоит вот такая вот команда. Она говорит о том, что изображение будет загружаться не в оперативную память. А будет загружаться с памяти контроллера. То есть с самой прошивки. Таким образом оперативка не будет использоваться. Нам нужно еще поставить ширину. 128 пикселей. И высоту 32 пикселя. Название нашей картинки. Вы можете выбрать любое. Можно я... Я хочу поставить... Вот так. Лого. Ах ты. Вот. Вот такое название я хочу поставить. Дальше. Где идет вызов изображения. Так. Вот наша... Вызов нашей картинки. Высота ширина. И команда вызова. Есть две команды для того, чтобы вывести картинку. XBM и XBMP. И здесь стоит XBMP. То есть вот эта команда, она будет выводить изображение прямо из памяти самой прошивки. Если вы хотите использовать не прошивку, а в ОЗУ загружать картинку, то здесь нужно убрать букву P. А здесь нужно брать вот эту команду, прогмем. Тогда картинка будет загружаться в оперативную память. Но я так не буду делать. Поставим здесь программную память. И здесь букву P поставим. Загружаем это все в Arduino. И как вы видите, картинка нормально загрузилась и вполне нормально отображается на нашем дисплее. То есть никаких съезжаний, никаких косяков. Картинка нормально работает. Вывести изображение на экран довольно несложно. Достаточно разобраться, что как работает и все у вас получится. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классными и интересными. Подписывайтесь на канал, ставьте свои отзывы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok